друзья всем привет сегодня я буду готовить манты с тыквой для этого нам понадобится тыква понадобится лук репчатый понадобится курдюк это бараний курдюк бараний жир можете исключить можете говяжий добавить либо вообще не добавлять также понадобится соль зра черный перец молотый масло растительное мука здесь полкило муки 500 грамм и водичка 250 миллилитров сейчас я сделаю замес теста пока она будет отдыхать потом мы приготовим с вами начинку приступим муку я отправляю соль водичку яйца я не кладу в тесто на манты она получается более нежным тоненьким прозрачным таким и сейчас замесю тесто тесто очень простое вода мука и соль ничего сложного нету сосны хорошенечко вынесем вот друзья я сделала замес вот она пока вот такой у нас не очень красивая мы сейчас отправим в пакетик у нас полежит станет эластичным вот это довольно таки упругое делаем я его откладываю и займемся сейчас начинкой вот друзья мы помыли ее сейчас мы разрежем нам просто нужно будет удалить семена из тыквы вот она такая у нас просто вот это все мы вытащим мякоть семечки нам это все не нужно тыкву мы почистили сейчас я порежу на удобные такие кусочки ломтики и будем натирать натерку друзья хотите вы можете порезать кубиками или там соломкой мне очень нравится натерку они такие нежные получаются манты сейчас я вот всю тыкву натеру лучок порежем ножом и бульбук тоже порежем вот натерли мы тыкву теперь вот лучок порежем вот такими вот кубиками небольшими я порежу но опять таки друзья вырежьте как вам нравится я вот пополам луковичку вот такими полосочками отправляем лучок сюда в тыкву сейчас порежем жир курсук я нарежу мелко-мелко такие полосочки теперь вот так вот меленько-меленько курсук порезали отправляем тоже сюда наш фарш можно так сказать фарш так теперь друзья нам нужно поперчить я кладу много перчика мы любим аромат дает у меня чайная ложка прям с горкой вы по вкусу кладите потом и я немножечко добавляю для сочности всегда наливаю ваш растительное масло по желанию вот где-то у меня столовая ложечка 1 маслице идет сейчас мы это все перемешаем перемешаем теперь мы все это тщательно перемешаем перемешаем соль перчик равномерно все друзья наш фарш готов сейчас я начну местом заниматься буду лепить но тем временем перед этим я сейчас сразу поставлю в монтеварку набью водичку и пока я буду лепить она у меня как раз закипит вот поставили водичку на газ и постоянно потихонечку у меня закипает тесто я еще пару раз вынесила вот такой она гладенько у нас стало отрезаем кусочек а это убираем чтобы не обветрилась нас пока лепим подготовила доску сейчас вот обсыплю и мукой когда слеплю сюда будем складывать вот так вот присыпали раскатываем колбаску вот раскатали и режем так вот так вот написать вот так вот каждый кусочек вот так приплюснем отправим в муку вот и будем раскатывать вот таким обычным способом не переживайте не важно какой формы получится вот так вот тоненько раскатали получается где-то 15 сантиметров в диаметр кладем вот оно тоненькое такое кладем сюда начиночку друзья курдюк он даже там его не видно будет он вот растает даже там не видно будет положили на серединочку и теперь вот так смотрите я вот так леплю вот так и края вот таким вот образом вот такие мантышечки у меня получается вот смотрите и хорошенькие вот и складываем на доску теперь также займемся следующим тесто тесто тугое упругое оно прилипает не к скалке не к столу так также сейчас тоненько я раскатаю вот еще один кружок у нас мы раскатали кладем серединочку очень вкусное блюдо друзья кто попробовать приготовить не пожалеет наверняка может многие готовят конечно так тоже самое проделываем серединочки и потом другие края потом другие края и вот так вот немножко пачкается тыкве но это ничего страшного третий пошел у меня кружочек сейчас будет вот третий сейчас налеплю вот так защипали с другой стороны и так сейчас я друзья таким образом налеплю все наши менты друзья вот смотрите вода закипела у меня я теперь убавляю на средний огонь сейчас мы смажем листики маслом и уложим манты на листы вот так берем маслицу кисточку и вот так вот смазываем вот так вот промазали хорошо теперь сюда будем отправлять наши манты сегодня я готовлю на двоих много я делать не буду поэтому на каждый листик я положу по 6 штучек так вот так вот положу вот так вот положу отправляем сюда вот и сейчас в другую листьку поставим и все и все со вторым то же самое проделаем вот так вот на же и положу вот выход у нас друзья получается где-то 26 наверное 26 штучек мантов получается сейчас мы накроем это крышкой и я всегда делаю я с вами поделюсь сейчас я держу полотенчик специально вот такой вот у меня я вот так накрываю крышку чтобы конденсата не было чтобы манты парни капал и накрою сейчас вот так вот накрываю она плотненько и если конденсат будет собираться то полотенчик в себя влагу возьмет и сверху не будет капаться на манты это вот такой вот лавхак такой секретик мой все друзья оставляем на 40 45 минут засекаем время на среднем огне средний чуть ну да средний огонь вот 40 45 минут друзья прошло 45 минут и теперь мы выключаем и дадим постоять 10 минут пускай они постоят вот так вот друзья прошло 10 минут вот они очень хорошо отстают они не порвались не все целенькие я их вот укладываю на тарелочку и я еще смажу маслицем сливочным хотите вы можете но подавать со сметаной кому как нравится мы будем просто со сливочным маслицем такие они у нас получились красивенькие и вот так вот маслицем я сейчас смажу я сейчас разрежу один для вас покажу какие они внутри просто если их не не выдержать минут десять если они постоят они могут но снизу порваться так они видите все ни одна не порвалась потому что у нас тесто такое кругленькая друзья вот такое блюдо у нас получилось манты с тыквой и с курдюком барани это очень вкусно готовьте на здоровье кушайте на здоровье очень очень вкусно непередаваемо сейчас я вам покажу как внутри выглядит разрежу они очень горячие тесто нежное нежное тонкое тонкое вот смотрите вот такие они вот внутри вот смотрите я сейчас налью и оттуда сок потечет две минуты вы видите копытцем я даже не давлю это очень вкусно всем приятного аппетита кушайте на здоровье тесто смотрите тоненькая тоненькая смотрите вот тоже сорвались ни одна не порвалась если будете придерживаться рецепты 250 грамм воды 250 грамм ой 500 грамм муки и соль и вот такое тесто тугой получается и она прямо такой прозрачника так что кушайте готовьте на здоровье друзья всем приятных выходных я вас всех обнимаю желаю вам здоровья крепкого я немного приболела не болейте друзья берегите себя удачи любви вам успехов во всем берегите себя пока пока друзья до встречи до завтра пока